Добрый вечер! До увядения электронных рахунков фактур по оплате податку на добавленную вартость застався месяц. Такие тяжкости возникают на шляху укоронения новой системы, поделится эксперт. Международный чемпионат молодой предпринимательства прошел в Гомеле. Такие идеи представили студенты Держ Университета имя Франциска Скарыны, расскажет экономист. А так само поравнаем цены на кветки на рынках Гомеле и в интернет-магазинах. Об этом подробно в нашем сегодняшнем выпуске. Старые и новые банкноты можно будет обменять у банках на монеты с 1 липеня по 31 снежня бесплатно. Нацбанк рекомендует это сделать, как представники гандлевой сферы уже с 1 липеня могли разменять и выдать сдачу покупникам новыми грошами. А кроме того, банки должны будут переводить организациям сервису и гандлю новые гроши для обеспечения их потребности. Гэта послуха на протягу погоды будет оказываться бесплатна. У свою чергу юридичные особы для решения пытаний с разменом для выдачи и сдачи насильництву должны в ближайшие дни различить потребу в новых грошах, перш за все в монетах. А в сумме, которую нужно доставить в первые дни после динаминации, организация должна проинформовать банк, какие ее обслуговы. До иных тем. У одной из наших программ мы сместили интервью с первым наместником начальника инспекции по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Валентиной Сытько. Размова ишла об увядении с 1 липеня этого года электронных рахунков фактур по податку на добавленную вартость. Нагадаю, по-новому треба буде оплачивать гэты податок при реализации объекта у тым лику на экспорт, при увозе в Беларусь товаров, а таксама при набыти на территории нашей краины продукции у замежных организаций, які не знаходятся на податковому лику. Форму электронного рахунка фактуры, а таксама парадок его створения и заполнения на специальном портале худко установить Министерство по податках и сборах. Электронный документооборот электронными счетами фактурами между плательщиками будет производиться при помощи специального портала электронных счетов фактур. Его не следует путать с тем порталом, через который представляются налоговые декларации плательщиками. Для того, чтобы работать на этом портале, надо прежде всего зарегистрироваться. Работать можно с теми же ключами, которыми подписываются налоговые декларации. Адрес портала www.vat.govay Не глядяши на достатково подробязную информацию, необходность узгадать ей и допомнить новыми известками застаецца. Пытание оказалось достатково складанным навы для специалистов. Тому потребует додатковых тлумачэнью. По-перше, переносу терминов уводу новой системы не будет докладна. По-друге, уже зараз можно долучиться до ее доследной эксплуатации. Гэта может зарабить любой жадающий плательщик податку на добавленную вартасть. Для чего треба зайти на сайт Министерства по податках и сборах у раздел «Электронные рахунки фактуры». На сайте Министерства по налогам и сборам www.nalog.gov.by создан специальный раздел «Электронные счета фактуры». В нем размещена вся актуальная информация по внедрению электронных счетов фактур. В том числе указан электронный адрес, куда могут обратиться плательщики с заявлением о подключении к опытной эксплуатации. Как можно было долучиться до доследной эксплуатации автоматизованной информационной системы электронной рахунки фактуры, есть особливые потребования и доулаткования прационных мест. На компьютере пользователя должно быть установлено программное обеспечение операционной системы не ниже Windows 7, а также интернет-браузер Explorer 9 и выше, ну а также должно быть установлено программное обеспечение криптографической защиты информации о ВЕСТ. Зразумело, не все готовы зараз долучиться до доследной эксплуатации системы, але с 1 липеня Амаль кожный плательщик все ж таки повинен будет оплачивать податок на добавленную вартость по-новому. У студии Марина Северьянова протягиваем выпуск. Международный чемпионат молодей предпринимательства прошел в Гомеле. Об актуальности мероприемства свечит тое, что селета его удельниками стали Амаль два десятки команд с Беларуси, России и Украины. Спаборничество молодых бизнесменов стало часткой 13-го экономичного форума, який на минулом тыдне пройшел властным центрым. Занятия, ахалоны утримать свою нишу экономицы, не просто навод вопытным предпринимателям, для молодых же удвоя. Алея лечить эксперты экономичного рынка, молодь часто пропануе таке нечаканные креативные идеи, что у вас обе цих не складана. Молодежь — это та группа населения, которая отличается наиболее такими оригинальными, свежими идеями, нестандартными идеями и обладает большим потенциалом развития. Предпринимательство, в свою очередь, — это деятельность, которая ориентирована на получение прибыли. Но, к сожалению, всегда есть риск невозврата вложенных средств. И успех здесь зависит от того, насколько нестандартные оригинальные идеи предлагают предприниматели, и, может быть, варианты их решения тоже нестандартные. И как раз таки этим обладают молодые люди. Поэтому сегодня очень важно обеспечить условия вовлечения этой молодежи в предпринимательские инициативы, которые реализуются у нас в республике. И для этого предпринимается много усилий, организуются различные стартапы, бизнес-форумы, проекты инновационных идей, ярмарки инновационных проектов и так далее. Для нашего региона важным таким и значимым событием является Международный чемпионат молодежи и предпринимательства, который в этом году был проведен уже в восьмой раз. Проводится он в рамках организации Гомельского экономического форума. Калеране для удела в чемпионате потребовались и только креативные, обрунтованные бизнес-идеи, но зараз умовы ускладнились. Задачи стереотичных перетворились у практичные. Сколько грошей вы заработали при реализации проекта? Все лето переможцей конкурса стала команда из Украины. А ле-призы достались и гомельским студентам. Естественно, что это заставляет студентов не просто творчески мыслить, а делать это с учетом сегодняшних реалий, находить те проекты, которые интересны в сегодняшнее время и которые реально могут быть реализованы с небольшим объемом капитала, с учетом возможностей студентов, которые являются еще где-то новичками. В сфере предпринимательства. Наш университет традиционно также принимает участие в этом мероприятии, представляет различные проекты, которые касаются различных сфер. Например, в этом году у нас было два абсолютно разных проекта. Один это проект «Цветочная мастерская-кветка», который уже реализован студенткой нашего университета специальности государственного управления Крумкачевой Мариной, который был высоко оценен членами жюри. Второй проект, он, конечно, касался больше бизнес-идеи пока, это строительство домов из прессованной соломы, но вместе с тем, я думаю, что за этим будущее, поскольку примеры таких домов уже сегодня существуют. И при активной поддержке, может быть, студентов, их заинтересованности, они получат более широкое распространение. Ну и за эти проекты в этом году наши студенты получили диплом «Деловая активность и инициатива». Зрозумела, готовыми предпринимальниками усе студенты паз для заканчения университета не станут, але добрую теоретичную, а при жадании практичную базу отримают докладно. У студии Марина Северьянова протягиваем выпуск. На початку наступного тыдня у школах и гимназиях Гомельшины пройдуть урочистые линейки. И первая асоциация при узгадывании этого света – дети с букетами. Каб рассказать вам, где можно купить пригожи и недорогие кветки, мы наведали Гомельский центральный рынок, побывали на гандовых родах побольше с универмагом Гомель, а так само пагартали сторонки интернет-магазинов. Початковый кошт руш минимальный на центральном рынке – от 10 тысяч. Побольше с универмагом и у интернет-магазинах – от 20. Цены на гвоздики практически не адрозниваются – 20 тысяч за кветку. Хризантемы больше выгодно купить на центральном. Тут яны от 30 до 35 тысяч. У интернеті – от 35. Каля универмагу – от 40 до 50. Але усе продавцы обьяцают при набытке двух и больше букетов робить скидки. Цены на гэты и іншые кветки – у наступной таблицы. На гэтым сёняшній выпуск завершеным. Мне застається от себя и своих коллег повиншовать усіх вучнях, наставников и батьков завершением научального года и пожедать приемных каникул и отпусков. З вами была Марина Северьянова. Як завсюди с устренемся ровно простыдень.